Итак, князь Александр Невский За свою жизнь Александр Невский успел побыть великим князем Киевским, Владимирским, а также князем Новогородским. Самым знаменитым сражением, в котором ему довелось участвовать, было Ледовое побоище, когда Ливонский орден и его союзники были разгромлены в битве на Чудском озере. Монета как раз вот этому и посвящена. Незадолго до смерти Александр Невский принял монашеский сан, а вместе с ним имя Алексий. Традиция принимать схему, чувствуя приближение смерти, существовала среди русских князей с олеитеми. Его младший сын Данил Александрович стал первым удельным князем Москвы, а также начальником всей династии московских рюриковичей. Александр Невский был тонким дипломатом. Ему не раз доводилось съездить в Золотую Орду, чтобы улаживать разные тонкие вопросы. Согласно одной из версий, прозвище Невский он получил потому, что имел владение возле реки Невы. Согласно другой, его так поразвали после того, как он разгромил шведское войско в сражении на этой самой реке. Александр Невский опасался ссориться с Ордой, прекрасно понимая, чем это угрожает разрозненным русским княжеством. Когда Великий Новгород, в котором князем был его сын, отказался подчиниться Орде, он отправился туда, сместил сына, наказал его советников и убедил Новгородскую вещь согласиться на выплату Дани Орде, угрожая в противном случае уйти и вернуться с Ордынским войском. Когда Великим Князем был его отец, князь Ярослав, Новгород попросил у него прислать княжеща Александра в качестве князя, чтобы править городом, а заодно очистить его окрестности от врагов. Тот сперва прислал младшего сына Андрея, но новгородцы отказались от него, потребовав именно Александра. Их желание было угрожать, но на момент ледового побоище, кстати, Александру Невскому был всего-то 21 год. Отец его, князь Ярослав, был отравлен в Каракаруме, столице Золотой Орды. Номинально Александр Ярославич стал новгородским князем в возрасте 9 лет, когда отец посадил его здесь с таким же малолетним братом под присмотром доверенных бояр, а сам отправился в военный поход. Дедом Александра Невска был знаменитый князь Всеволод Большое Гнездо. Когда он был еще ребенком, в Новгороде назрел бунт, ему пришлось бежать. Возможно, юный князь погиб бы, если бы неверно ему и его отцу бояре, которые сумели организовать ему побег. Ряд историков считает итоги правления Александра Невского не положительными, а отрицательными. Они полагают, что он в своих корыстных целях привел на Руси ордынцев, на силу которых опирался при решении своих вопросов. Александр Невский состоял в переписке с папой римским Иннокентием IV, известно как минимум о двух посланиях папы, в которых тот убеждал князя принести на Русь католическую веру и предлагал помощь тевтонских рыцарей крестоносцев для борьбы с ордой. Правда, князь все-таки отказался от этих предложений. Известно, что князь пользовался уважением хана Батыя, он даже повратался с его сыном Сартаком, став тем самым названным сыном Батыя. Родоначальником династии, в которой принадлежал Александр Невский, был полулегендарный варяг Рерик. У его отца было 10 детей, но большая часть не пережила младенческого возраста. Русская православная церковь канонизировала Александра Невского еще в середине XVI века. По его настоянию, православная епархия была открыта даже в Золотой Раде, правда, просуществовала она не очень долго. Не все бояре поддерживали Александра Невского, и его достаточно частые и долгие поездки в Орду вызывали немало недовольства, судя по некоторым летописям. В России он считается святым покровителем Петрозаводского и Петербурга, а также сухопутной армии и морской пехоты. Большая часть фактов о жизни и биографии Александра Невского дошла до нас благодаря повести о житии этого князя, написанной в XIII веке. Именно в его честь получил свое имя император Александр I, первый из представителей династии Романовых, названных именно так. Практически никаких достоверных сведений о внешности Александра Невского не сохранилось. В его честь названо множество улиц в разных городах России, Белоруссии и Украины. Никто не знает, что послужило причиной его внезапной смерти. Согласно одной из теорий, он был отравлен во время своей последней поездки в Орду, скончался он по пути обратно на Русь. В его честь были в разное время названы два военных судна и атомная подводная лодка. Орден Александра Невского существовал в Российской империи и СССР. Он существует и в современной России. Что интересно, для портрета князя на советском ордене было взято лицо актера Николая Черкасова, который сыграл его в фильме, снятом в 1938 году. Храмы, церкви, часовни Александра Невского есть в России, Финляндии, Польше, Сербии, Тунисе, Украине, Туркмении, Молдавии, Франции, Эстонии, Дании, Болгарии, Грузии, Азербайджане, Литве, Латвии и непризнанной Приднестровской Молдавской Республики. Ну что ж, на этом, пожалуй, всё. Спасибо за внимание. До свидания.